Приветствую вас, ну и первое, конечно, о чем стоит сказать в контексте, собственно, того, как забыть мужчину, которому вы безразличны, это работа с потребностной сферой. То есть, если вы не можете отпустить человека, не можете его забыть, значит, он вам для чего-то нужен. И, соответственно, если он вам для чего-то нужен, то это работа именно с вашими потребностями в первую очередь. Какое значение вы вкладываете в молодого человека, в мужчину, да? Что для вас, ну, что для вас значит, что вы от него хотите получить, значит, что, по вашему мнению, вы должны для себя получить в отношениях? Эти вопросы достаточно важны. И надо сказать в обязательном порядке, что анализ потребностной сферы, ну, в первую очередь, поможет вам самой для начала, ну, умение зависеть от людей в принципе. И выступать именно в контексте отношений с мужчинами, выступать как самостоятельный и независимый партнер. Что, в общем и целом, очень важно для того, чтобы выстраивать именно здоровые отношения. Значит, это первое. Анализ потребностей и, соответственно, реализация этих потребностей самостоятельно. Самостоятельная реализация этих потребностей. Следующий момент, это момент, связанный с тем, почему и как вы вступили в отношения с человеком, которому вы, в общем-то, безразличны. То есть, ваши мотивы. Ага, на что-то надеялись, на что-то рассчитывали, чего-то хотели и так далее. Это второе. Третье. Модель женского и модель мужского поведения. Значит, в первую очередь, это ваша идентификация своей позиции в отношениях. То есть, какая она должна быть. Во-вторых, ваша модель, или лучше сказать, образ мужчины. То есть, что это за образ, что он из себя представляет, откуда он идёт, какой он, насколько он устойчив, насколько он влияет на ваш выбор мужчин и так далее. Это тоже очень важный момент. Далее. Следующее, о чём нужно сказать, это уверенность в себе. Понимаете, в чём дело? Уверенная в себе женщина, уверенный в себе человек, он ведь как, значит, воспринимает безразличия к нему людей? Что люди не смогли оценить меня, то есть, человека, то есть, вас по достоинству. И если не смогли оценить меня по достоинству, то значит, этот человек или эти люди мне не нужны. Потому что я для них, ну, они не поняли, кто перед ними. Ведь мужчина, например, вот не понял, кто перед ним, да? Не понял, какая женщина перед ним. Но это его проблема, не ваша. И то, что вы, вот это для себя не понимаете, говорит о том, что вы не уверены в себе. То есть, вы сомневаетесь в том, что вы привлекательны, что вы можете построить отношения и так далее, и так далее, и так далее. А если вы не уверены в себе, значит, вы, возможно, чего-то боитесь. И вот это уже очень важный и серьезный момент, что вы чего-то боитесь. И этот страх создает, может быть, а скорее всего и не может быть, страх всегда создает либо излишнюю демотивацию, к тому тебе что-то делать. И это плохо. Либо гипермотивацию, то есть, чрезмерную мотивацию, которая тоже мешает вам что-то делать. И если у вас недостаточно мотивации, то нужно ее стимулировать поиском новых мотивов и смыслов того, что вы делаете. Если у вас чрезмерная мотивация, то нужно разгрузить и больше думать по сторонам того, как бы вам быть без мотивирующего объекта. Понимаете, забыть человека на физическом, физиологическом уровне, как правильно сказали мои коллеги, невозможно. Может помочь, конечно, гипноз, но гипноз, он снимет лишь образ воспоминаний, но все равно оставит у вас переживания, чувства, эмоции. Я не буду. Они никуда не денутся. Только вы не будете понимать причину, по которой у вас вот такая ситуация. Так что я рекомендовал бы вам подумать в сторону тех моментов, которые мной были выявлены и предложены вам для размышления. И при размышлении над этими моментами вам неминуемо потребуется помощь психолога для того, чтобы лучше, правильнее с ними разобраться. Ну, можете сами, тогда это займет больше времени и, соответственно, результат будет более неопределенным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.